Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. В эфире передача «Мир Ислама» с вами Асадуллах Баиров. Дорогие телезрители, месяц Рамазан подходит к концу. В наших сердцах грусть за то, что долгожданный сезон милости и благословения Аллаха заканчивается, но вместе с ней радость, что нам посчастливилось провести еще один месяц Рамазан в поклонении и посте, что, возможно, станет причиной прощения наших грехов. Мы радуемся, что провели эту благословенную пору именно так, как хотел от нас Создатель, и надеемся, что пост со всеми его духовными и физическими приобретениями сделал нас более богобоязненными, утонченными и праведными. Месяц Рамазан известен своим климатом духовности. Человек остается наедине со своим нефсом, эго, и имеет возможность воспитывать себя и прогрессировать в течение всего этого благодатного периода. В Куране Аллах говорит о воспитании нефса следующее. «Клянусь душой нефсом и тем, кто его сотворил и предал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестия. Преуспел тот, кто очистил ее, понес урон тот, кто сокрыл злое в душе». Сура Шемс, 7-й и 10-й аяты. Дорогие друзья, без сомнения, месяц Рамазан является самым благоприятным временем для воспитания души и для поклонения. Но как бы мы ни хотели, этот месяц не может длиться вечно. И когда-то заканчивается. Человек возвращается к суровой реальности, полной преград на пути совершенствования души. Ислам проповедует поклонение не только в определенные дни, ночи, месяцы. Жизнь мусульманина продолжается в соответствии с волей Бога и является одним целым актом поклонения. Нет времени, когда мусульманин не поклоняется Аллаху. Поклонение в исламе объединяет мирское с духовным, индивидуальное с общественным, духовный мир с физическим. Поклонение играет уникальную роль, благодаря которой человек становится истинным мусульманином, полноценно живущим согласно воле Аллаха. Поклонение как форма выражения благодарности Творцу за все блага, которыми Он нас одарил, было предписано Господом во всех религиях, посланных человечеству. Аллах сказал в Куране, «Поистине каждому народу мы послали посланника с повелением, Аллаху поклоняйтесь». Сура Пчелы, 36 аят. Дорогие друзья, в широком смысле поклонение включает в себя все, что угодно Богу. Поклонением является все, что человек выполняет для достижения довольства Аллаха. Его чувства, мысли, слова и поступки становятся поклонением, как только он начинает их совершать во имя Бога. Поклонением является как определенные ритуалы, предписанные Богом в Священном Писании, так и вся деятельность человека. Его социальная активность, личная жизнь и даже досуг может стать поклонением. Затронув вопрос поклонения, невозможно не раскрыть понятие преданности Богу. Преданность Аллаху влечет за собой выполнение определенных деяний, предписанных им в его религии. Этот аспект поклонения не только не ограничивается следованием его заповедям, но и включает в себя также и отход от запрещенного им. Поклонение в этом смысле можно было бы определить как все, что человек верит, чувствует и делает как акт повиновения Богу. Ислам придерживается самой строгой формы единобожия и не допускает никакого поклонения кому-либо другому, кроме Всевышнего. Почитание любого другого божества помимо Аллаха нарушает принцип единобожия. Уважаемые телезрители, месяц усердного поклонения подходит к концу. Мусульмане испытывают радость приближения окончания поста и радость приближения праздника Рамазан. Ведь праздники в Исламе имеют особое сакральное значение. Этот праздник мусульмане ждут и празднуют с великим трепетом и наслаждением. Праздник по окончании Великого Поста, предписанного Всевышним для очищения от грехов и совершенствования духом и телом. В течение месяца Рамазан верующие отказываются ради Аллаха от многих благ, за что Всевышний в свою очередь прощает и возвеличивает их и дарует свою милость. Праздник Рамазан или Ураза Байрам является одним из двух великих праздников в Исламе. В этом году праздничное богослужение Ураза Байрам будет проводиться во всех мечетях Крыма 13 мая в 6.00 утра. Праздник для верующего – это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для выполнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина – это прощание с благословенными днями месяца Рамазан. И, оглядываясь назад, он задумывается о духовных приобретениях этого времени. Рамазан Байрам – это подведение итогов ушедшего месяца, когда для каждого мусульманина представлялась хорошая возможность усовершенствовать себя посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания благотворительной помощи нуждающимся, а также приобретения полезных знаний. Дни праздника мусульманин проводит в праздничной атмосфере, вкушая пищу, веселясь, навещая близких. Паститься в этот благословенный день праздника нельзя. Праздник разговения у Роза Байрам начинается с совершаемой верующими в мечети праздничной коллективной молитвы – Байрам-намаз. После праздничной молитвы принято посещать родных и близких, мириться с теми, с кем человек поссорился, прощать обиды и просить прощения, если кого-то обидел. Ведь обиды, нанесенные другим, не прощаются Аллахом. По этой причине необходимо стремиться добиться прощения и примирения с теми, кого мы обидели. Праздники же, такие как Рамазан, являются отличным поводом и причиной помириться и простить друг друга. Дорогие друзья, Рамазан Байрам отмечен еще одним важным предписанием религии. В этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям пожертвование, называемое садака аль-фитр. Садака аль-фитр – это милостыня, выплачиваемая обеспеченными мусульманами за каждого члена семьи в пользу малоимущих мусульман. В этом году размер садака аль-фитр составляет 300 рублей за каждого члена семьи. Цель милостыни-фитр – это выражение благодарности за дарованное Аллахом здоровье человеку и его семье, а также создание в домах нуждающихся мусульман праздничной атмосферы. При выплате садака аль-фитр необходимо иметь намерение на его выплату. Нельзя сначала раздать деньги, как милостыню, а потом решить, что это будет именно садака аль-фитр. Намерение в сердце должно быть изначально. Кому необходимо выплачивать садака аль-фитр? Один из часто задаваемых вопросов. Мусульманин, обладающий имуществом, достаточным для выплаты закята, на сегодняшний день, который составляет 250-300 тысяч рублей, выплачивает также и милостыню аль-фитр. Эту милостыню крайне желательно выплатить до праздничной молитвы. Кто не успел этого сделать, можно выплатить и после. Надо отметить, что для исполнения этого долга мусульманину достаточно иметь определенное имущество на данное конкретное время, на момент начала времени утренней молитвы первого дня праздника, а не в течение года, как это необходимо при уплате закята. Дорогие друзья, мусульманину, входящему в разряд имеющий достаток, запрещено получать милостыню фитр. Он должен отказаться, если ему ее предложат. Часто слышим следующий вопрос. Можно ли выплатить фитр в меньшем объеме? Ведь есть различные формы подсчета и мнения на этот счет. Во-первых, важно понимать, что выплачивают фитр исключительно обеспеченные мусульмане. Соответственно, те, кто не подходит под эту категорию, фитр не выплачивают, а наоборот его принимают. Во-вторых, вы можете сами подсчитать, сколько несете расходов на обеспечение вашей семьи пропитанием в течение одного дня. Это и будет сумма, необходимая для выплаты милостыни фитр. Глава семьи выплачивает фитр за всех членов семьи, находящихся на его попечении, включая детей, родившихся в месяц Рамазан. С имуществом малолетних, сирот и недееспособных людей выплачивается фитр их попечителями. Фитр можно выплатить одному малоимущему мусульманину или распределить ее между несколькими. Точно так же один мусульманин может получить милостыню от нескольких человек. Дорогие друзья, в дни праздника Рамазан важно уделить больше внимания к окружающим, посещать старших, радовать подарками сирот, обездоленных, навестить одиноких людей. Ураза Байрам наступает первого числа месяца Шеваль и продолжается в течение трех дней этого месяца. Сказав о месяце Шеваль, хотелось бы напомнить, что в месяц Шеваль желательно соблюсти пост в течение шести дней. Об этом в хадисе сказано. Тот, кто постился в Рамазан, а затем соблюдал пост шесть дней Шеваля, получит вознаграждение, равное годовому посту. Не обязательно поститься шесть дней подряд. Можно делать перерывы между днями поста. Дорогие друзья, на этом время наша передача подошла к концу. Просим Аллаха, чтобы Он принял наш пост, чтобы Он принял наши молитвы, сделал Рамазан поводом очищения от грехов и поводом получения довольства Аллаха. И также дал нам возможность отпраздновать Рамазан Байрам в кругу наших близких, в кругу наших друзей и почувствовать радость этого великого праздника. До новых встреч в эфире. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова